В Шымкенте вынесли приговор по делу о хищении 610 миллионов тенге. На скамье подсудимых оказались главные бухгалтеры Управления культуры Шымкента, концертной организации Мадинет Ю и бизнесмен, который был с ними в сговоре. Их признали виновным в присвоении и растрате государственных денег. По данным суда, обвиняемые во время карантина написали в отчете, что провели концерт, а на деле никакого мероприятия они не организовали. В суде также рассказали, что изначально по делу проходили шесть подозреваемых. Однако трех подсудимых признали невиновным и отпустили из зала суда. Один из подсудимых – это честный предприниматель. На его имя и имя его родственников были открыты честные субъекты. На эти субъекты были отправлены государственные средства под предлогом, что они провели культурно-массовые мероприятия. По поводу трех подсудимых, которых были выпущены из зала суда, они являются руководителем, исполняющим обязанности руководителей, бухгалтером, управлением культурой. Бухгалтер получил семь лет условного срока, главного бухгалтера управления культурой бизнесмена приговорили к семи годам лишения свободы. Главного бухгалтера концертной организации Малиния Туэ приговорили к восьми годам.